20 марта состоится первый магаданский фестиваль зимней любительской рыбалки Клевая Колыма. Он пройдет в бухте Гертнера. Праздничные мероприятия для колымчан проведут в районе зоны отдыха горняк. Чемпионат по ловле корюшки пройдет по нескольким номинациям. Принять участие в нем могут 200 рыбаков. Номинации будут по максимальному весу корюшки, по максимальному количеству, вернее не количество, по максимальному размеру. Кто поймал самую большую, кто поймал больше всех. Также будет отдельная номинация для тех, кому с корюшкой меньше повезло, кто поймал больше наваги или кто поймал самую большую навагу. Ну и также будут номинации среди мужчин и женщин на самого главного рыбака и самую главную рыбачку. Организатор фестиваля Клевая Колыма – Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области. Какие награды ожидают участников и победителей, пока неизвестно. Это все будет зависеть от спонсоров. Губернатор сказал на последнем совещании вчерашнем, что призы будут достойными. Определяться с ними еще будут недели, а 20-го состоится. Ну, от области, естественно, там все эти грамоты, кубки и все остальное, места. А уже от такие существенные призы, там, допустим, я не знаю, какие-нибудь рыбачки принадлежности, может, еще что-то техническое какое-то. Это уже от спонсоров будет. Но будет ясно только чуть позже. Для участия в фестивале необходимо подать заявку по электронной почте на адрес смельткач собака 49 гоф.ру. Их принимают с 12 до 19 марта. Губернатор Колымы Сергей Носов и директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников заключили двустороннее соглашение о взаимодействии. Договор затрагивает такие вопросы, как трудоустройство осужденных, взаимодействие в сфере получения осужденными среднего профессионального образования и рабочих специальностей, а также содействие в социальной адаптации осужденных после освобождения. На встрече стороны обсудили и создание новых рабочих мест для осужденных. Кроме того, в скором времени планируют рассмотреть возможность организации пилотного проекта по созданию участка исправительного центра при крупном промышленном предприятии с возможностью проживания. Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности создания рабочих мест для осужденных к принудительным работам и отбывающих наказания в колонии и поселении. Дома в городском поселке реконструируют. В Соколе три недостроя превращают в жилые здания. Началась реконструкция в январе 2021 года. В доме по улице Гагарина планируют сделать 30 квартир, одна, двух и трехкомнатные. Также у них будут балконы. На данный момент ведутся подготовительные работы. К зданию подводят коммуникации и расчищают его изнутри. Кроме того, подготавливают документацию. В эти квартиры, утверждают специалисты, переселят магаданцев из аварийных домов. Дома будут предназначены для, скорее всего, переселения жителей поселка в Колымы и также жителей поселка Уптар. Финансирование из областного бюджета. Еще один дом по улице Королева в поселке будут достраивать. Изначально заказчиком постройки выступил аэропорт Магадан. Позже здание передали в областную собственность. Сейчас также проводят подготовительные работы. Убирают мусор, утепляют контур. По плану, дом будет включать в себя 30 квартир и цокольный этаж. На первом этаже, мы надеемся, что тут, возможно, будет открыто социальное учреждение, социальный центр и центр занятости, который сейчас у нас находится по адресу Гагарина 18 в квартирах. Но тут хорошие помещения, очень большие, для доступа маломобильных граждан очень удобные. Поэтому мы надеемся, что в скором времени центр поселка у нас преобразится и будет красивый жилой дом вместо этого недостроя. Как рассказывают специалисты, самая тяжелая ситуация с домом в районе Королева 21. Хозяина у недостроя нет, поэтому принять решение по нему быстро не получается. Однако муниципалитет начал процедуру признания объекта бесхозным. После этого недострой будет принадлежать городу. И уже тогда объект смогут достроить. В поселке Снежно близится к завершению строительства школы детского сада. К учреждению пристроен и третий корпус спортзал. Начальная школа рассчитана на 50 учащихся. Детский сад на 30 мест. Напомним, генеральным директором-подрядчиком проекта является ООО «Мотоклей», заказчик объекта департамент САТЭК мэрии Магадана. Строительство школы детского сада началось в июле 2019 года. В конце сентября этого года объект планируют закончить. Отопление 100% готово. Полностью мы завели в тепло. Внутри у нас идет отделочная работа. Практически на 90% мы сделали кладку газобетона, перегородки. Полностью все это сделались. И на данный момент у нас активно идет фасад. Вот видите, мы уже его утеплили полностью, сделали. Сейчас осталось только его металлом закрыть. И идет полным ходом кровля. Кровля корпусов практически закончена, отмечают специалисты. Доделать осталось только спортзал. В ближайшее время в этом корпусе должны закончить бетонные работы и продолжить кровлю. Окончательные работы в здании проведут по фасаду и кровле здания. На данный момент активно ведутся внутренние отделочные работы. Сейчас мы пригласили еще людей, значит, центральных городов России, те, которые будут делать кладку, то есть, вернее, не кладку, а будут делать кафель, значит, плитку, там около 1800 квадратных метров. Полным ходом работа идет, от графиков не отступаем. В корпусе столовой бригада уже приступила к отделочным работам. Производится штукатурка, стяжка, грунтовка и побелка стен. Со следующей недели начнут укладывать плитку, работать с электрикой. Рабочих для проведения таких работ привезут после 20 апреля. Это связано с затяжными морозами в Магадане. Для проведения внутренних отделочных работ качественно, здание должно просохнуть и прогреться. С электроснабжением проблем у строителей нет. Объект новой школы детского сада планируют завершить в срок в конце сентября этого года. За 2020 год в ОПФР по Магаданской области поступило более 2000 заявлений о назначении страховой пенсии. Большинство предпочли, чтобы им оформили выплату без предоставления дополнительных документов. Заявление о назначении страховой пенсии нужно подать за месяц до наступления права на нее. При этом гражданин может заранее ознакомиться со своими пенсионными правами, если запросит выписку из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на сайте ПФР или госуслуг. В таком документе будут отражены периоды работы, суммы пенсионных накоплений. Если в выписке отсутствует информация о каких-либо периодах, ее можно дополнить. В промежуток до 2002 года за этой информацией нужно обращаться лично в ПФР. После 2002-го получить у работодателей. Провести ежегодную акцию «Марафон добрых дел» готовится Управление по делам молодежи, Управление культуры и Департамент образования мэрии города Магадана. Данная акция проходит уже много лет и становится масштабнее из года в год. Это акция, которая в свое время выросла из декады «Добрых дел». Это международная такая акция проводится. Потом он стал у нас месячником в течение месяца. Потом все больше и больше мероприятий, все больше и больше желающих принять участие в данной деятельности добровольческой. И мы уже его трансформировали в марафон. Это в течение полутора месяцев, с середины апреля по конец мая. Это комплекс различных мероприятий, который направлен на поддержку добровольческой деятельности и, собственно, сами добровольческие мероприятия. Более 80 мероприятий, связанных с благотворительностью, пройдут в городе с 19 апреля по 31 мая. Участие примут волонтеры из различных организаций, таких как библиотеки, школы, детские сады и другие образовательные организации, а также учреждения культуры и организации здравоохранения. Узнать подробную информацию можно на сайте мэрии города Магадана. И по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правила вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok